одна вещь которую на самом деле боятся мужчины при знакомстве с женщинами мужчины стали какими-то слабыми мужчины стали какими-то трусливыми ты не такой с тобой что-то не так ты усиливаешь у мужчин страх быть непринятым тебе кто нужен он еще не видит в тебе будущую жену подходить не подходить знакомиться не знакомиться что ты транслируешь дай мне ключи от сейфа транслируй свет так я всех начну привлекать даже слабых мужчин давайте развеем этими привет меня зовут ярослав самойлов являюсь экспертом психологии отношений и перед тем как мы перейдем к видео прямо сейчас поставь лайк и подпишись на супер видео канал и так чего же на самом деле боятся мужчин знаете я слышу от женщин вот мужчины стали какими-то слабыми мужчины стали какими-то трусливыми мужчины боятся красивых женщин мужчины боятся сильных женщин мужчины вообще в принципе женщин боятся да и другое мнение что если мужчина по-настоящему сильный если мужчина по-настоящему мужчина то он в любом случае познакомиться у него нет страхов он как корм терминатор робокоп он как джейсон стедхэм он идет вперед видит цель не видит препятствий давайте развеем эти мифы и начну с последнего еще раз я это записывал других своих видео по моему мнению убеждению и моим наблюдением после по итогу более чем 10 тысяч выпускниц мой программ я могу сказать что сильный мужчина это тот мужчина в первую очередь сильный в своем деле это тот мужчина который увлечен делом своей жизни увлечен карьерой увлечен бизнесом либо он профессиональный спортсмен не знаю либо он профессиональный танцор кто он да то есть не есть цель и в этом проявляется первую очередь сильный мужчина и этот мужчина мастер в своем деле мастер в бизнесе мастер в своем там например он хирург или он там танцор да это не значит что он мастер в знакомствах если он бесстрашен в бизнесе или в карьере это не значит он это нет ни равно что он бесстрашен знакомстве с девушками это важно понимать и не путать и наоборот кто такой пикапер зачастую пикапера никто не научились быть бесстрашными в знакомствах они научились быть бесстрашными ну там в соблазнении женщин но это далеко не значит что он такой же бесстрашный в своем деле и задай себе как женщине вопрос тебе кто нужен мастер знакомств мастер ухаживаний или же все таки в первую очередь мастер своей мужественности мужчина в первую очередь это первый вопрос второе миф да то что мужчины боятся там сильных женщин или красивых женщин им подавай там доступных и вот собственно то что я хотел раскрыть донести тебе чтобы тебе еще больше было понятно психологии мужчин чего же на самом деле не боятся так вот ключевое то чего боится мужчина это быть непринятым почему он боится сильном какую-то супер привлекательную женщину по что он сейчас подойдет начнет с ней знакомиться и худшее чем боится то что она не просто ему откажет она не просто скажет спасибо молодой человек да но я там замужем спасибо молодой человек но я не знакомлюсь не этого он боится он боится грубого отказа он боится критики да он боится какого-то осуждения он боится быть непринятым как мужчина откуда этот страх идет непринятым быть как мужчина это идет из детства то что большинство мужчин на пространстве снг особенно их не принимали в детстве и прессу говорили ты не такой с тобой что то не так ты недостаточен ты плохо учишься а вот коль и лучше вот 5 лучше и многие мужчины из детства они вот из такими страхами и я в том числе меня не воспитали мне говорилирослав ты героев раслав ты победительера савты лучший раз а в ты просто талантливые тебя ждут великие дела мне чаще говорили что со мной не так меня чаще критиковали чем подчеркивали мои положительные качества я сейчас не жалуюсь я просто описываю ситуацию как есть. Так вот, и когда ты, например, на улице ходишь с грубым лицом, с задумчивым, серьезным лицом, когда женщина показывает из себя какую-то сильную, недоступную, этим самым ты усиливаешь у мужчин страх быть непринятым. И ты можешь сказать, а у мужчин нормальных этот страх меньше. А кстати, вот представь, давай представим, успешный мужчина, давай представим, у него есть там машина, ну например, квартира, он успешен в своем деле, у него сейчас хорошее настроение. И вот он видит девушку, которому потенци... он еще не видит в тебе будущую жену. Просто он не может видеть заранее в девушке будущую жену. Он видит, ну понравилось, ну интересно, да, и он думает, у него весы внутри, подходить, не подходить, знакомиться, не знакомиться. И он думает, и у него есть страх, вот я сейчас такой классный, меня сейчас подойдут, унизят, я сейчас подойду, меня не примут. И многие мужчины именно поэтому выбирают, лучше я не буду рисковать, лучше я буду сейчас продолжать быть в хорошем настроении. Я сейчас не говорю, что, как знаешь, оправдывая мужчин, и говорить, что это нормально, все окей, бедненькие мужчины. Я не об этом. Просто если у тебя, как у девушки, как у женщины, все-таки есть цель привлекать достойных мужчин, все-таки ты задаешься вопросом, а как же сделать так, чтобы все-таки со мной знакомились чаще мужчины, и не просто мужчины, а нормальные, сильные мужчины, преуспевающие мужчины в своих делах, ну мужественные мужчины, тогда просто задай себе вопрос, что ты транслируешь? Ты транслируешь то, что вот смотря на тебя, я могу подозревать, что я сейчас могу подойти, и меня пошлют. Или же смотря на тебя, я вижу, что да, ты мне можешь, наверное, отказать, но при этом я могу понимать, что ты не сделаешь это грубо, ты меня не оскорбишь. И, слушайте, дорогие, я сейчас говорю, как эксперт, я сейчас говорю, также делюсь с вами, как мужчина. Я, поверьте, в своей жизни делал много попыток, удачных и неудачных, знакомства с девушками. Когда-то был такой период в моей жизни, да, когда я разбирался в себе, как мужчине, когда я пытался понять больше психологию девушек. И, поверьте, многие девушки действительно грубо отказывают. Скажется такое ощущение, что ты подошел к ней и говоришь, дай мне ключи от сейфа, дай мне ключи от твоей квартиры, да, настолько грубо отказывают. Я сейчас не обвиняю девушек, это просто факт, да, вот такая у нас ментальность. И, наоборот, вызывает вот уважение такие девушки, когда вот я подходил, а она мне говорила, ну, она говорила, слушай, ты там смелый, ты классный, но я замужем. И она мне улыбалась. И я от нее уходил в еще лучшее настроение. Почему? Потому что она меня, она мне отказала, но при этом она меня не приняла. Она меня приняла как мужчину, она подчеркнула мои какие-то положительные качества, и она позитивно отреагировала. И этим самым только повысило мое настроение. Но такие девушки, поверьте, встречались очень редко, очень редко. Поэтому, если ты задаешься вопросом, как же сделать так, чтобы мужчины чаще с тобой знакомились, транслируй свет, учись транслировать свет, учись хотя бы для себя транслировать, ну, знаешь, что-то хорошее, а не какую-то грубость, недоступность, загадочность. И ты можешь сказать, Росслав, так я всех начну привлекать, даже слабых мужчин. Тебе так кажется, да. И опять же, я сейчас не рассказываю тебе, я сейчас тебе не учу всей женственности. Я сейчас в одном видео не раскрываю всей психологии мужчин, всей женственности, всей системы. Я тебе даю частичку системы. И понятно, чтобы все функционировало удачно, лучше полностью все изучать и полностью нырять в свою трансформацию женственности. Но прямо сейчас я верю в то, что тебе даже этот кусочек был полезен. Поэтому, если он тебе был полезен, ставь лайк, подписывайся на видеоканал. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok